это уже начали раз ухты а как ты когда вы столько пришли 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ясно так ты водой какой пользу сюда смочили связок талы вот я хотел услышать где даже не просто у меня фильма учебных и так то вода самая заряженная так теперь пленка где брал еще раз громко пленка полихор виниловая так понятно что еще сказать людям добром можно так теперь следующий момент еще покажи крупным планом нож наш немецкий наш немецкий я по-моему все-таки он у тебя не очень наточен так и он не наточен не эти зазубрины не нравится ну не зазубрины а у царапины полирнуть на ремне так вижу вижу ну давай я на ремне наточу вот у меня рука набита давай я быстро сбегаю так ладно 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 сейчас походим по питомнику вот самое интересное что так получилось что вот эти вот прекрасные молодые абрикосы мы должны были продать а их у нас не купили серёжа у тебя тут королевские да поины по моему что то еще было академики здорово я прям такой довольны что их не купили кстати урожай был друзья в этом году 1 а а если бы купили здесь было бы пустое место что мы тогда сделали и так сохранив вот это чудо им среди сколько в среднем четыре года да не помнишь а ну тогда 5 ну да мы же их обрезали не раз пять лет так вот раз уж так случилось тогда мы взялись выпиливать деревья которым 25 30 лет вот серёжа мы эти груши специально садили или это остатки питомника понятно понятно великолепные уже два года как используется качестве маточника вот маточное дерево посмотрите сколько с него взято черенков видео вот это и есть маточное дерево вот это вот это смотрим еще не все я бы не лоба Вот она. Его еще не обрезали. Страшно резать яблони, страшно. После той дикой эпидемии, которая поразила юг Краснодарского края и Хакасию. Вот. Груша сварок. Привитая груша. А это? Ты дикого манджорца умудрился обрезать? Да это я его не допилил до конца. Второй раз будешь выпиливать? Ну-ну. Да, самый сладкий манджорец. Но Сергей бережет каждым квадратным метром. Посмотрите, это мой недогляд. Черенки какие, видите? Чудесные черенки. На прививку лучше не бывает. Видели, да? Вот насколько. Посмотрите туда. Видели? Сюда посмотрите. Вон туда, на небо. Сюда. Великолепно, черенки. Великолепно. Теперь читаем. Это я для вас. Я-то знаю, что здесь написано. Здесь написано. Королевский. Вот один из лучших для Сибири сортов. Лично моя работа. До меня здесь путали царский. Есть такой царский. Но царский это так плебей. Абрикос. Потом появились королевские от меня. Потом заполонили интернет. И теперь королевский есть у всех. Вот так. То есть есть у них только мои фотографии украдены у меня. И еще у них есть саженцы, приведенные с юга, которым вешают берку королевский. Вот. А почему я это не обрезал на продажу? Скинул цену до 150 рублей за такую ветку. За такую ветку. Ну. Уже скоро середина апреля. Покупают очень-очень редко, очень мало. В отчаянии. Была просьба тут как-то 7 фаин. Оправдайте. 7 веточек. Ну я все. Срезал не 7. Срезал 27. Вот видите, вот эти даже не резал еще. Еще есть что резать. Но, к сожалению, под продавшим штук больше никто ничего не покупает. Вот. И это при том, что в стране 99% южных все забито. Ложь. Дитчайшее. Невероятное мошенничество. Дитчайшее. Вот. Есть шанс вырастить самим. Да. Но за несколько десятилетий деградировали уже не только сады, но деградировали люди. Представим себе молодежь. Видели стадион и там басковник выступает. Или этот как он. А вот стадион забит так, что 100 тысяч сидит на трибунах. И плюс в центре футбольное поле это еще 100 тысяч. И вся эта толпа слушает дебильную музыку. И ни один из них не станет садоводом. Мозги окончательно искалечены. Вот это слово применю. Искалечены. Так. Это у меня молодые саженцы. Полноценные. Просто первый год они так растут. Вот. Манжурский орех. Тоже никому не надо. Мне повезло. Вот эти. Вот горшки рос. Не был куплен. Перерос все размеры. А у меня всего одно дерево мной улучшенного. Мичуринского. А почему этот побрезг? Он растет неправильно. Вовремя не выпрямили. Получилась вот такая история. Вот. Тогда я повесил на нем постоянную бирку. Вот она. Вот. Обрежу три четверти. Горшок выкопаю. И уже без горшка посажу на постоянное место. У меня будет два мичуринских. Страшно всегда, когда один. Мало ли что. Вот. Ну а мичуринская молодежь. Вот она. Смотрите. Видите. Тоже в прошлом году не купили. А. Тут уже другое. Обидно всего, когда Сергей весной выкопает. Обрежет половину. Вот. Самое страшное, что он из горшка выкопает горшок. Из горшка горшок разрежет. Отряхнет и положит посылку. Обидно страшно. Отряхнет. Татарская компания в горшках у нас не берет. Вот. Снова мичуринский. Вот такой гладенький, аккуратненький. Видите. Пятнышки. Обратите внимание на белые пятнышки. Почему она висит в воздухе? А земля просела. Она должна быть на уровне земли. Но строго смотрит на юг. Вот там юг. Сейчас еще у нас утро. В полдень солнце будет стоять. В полдень. А юг вон там. Там. А тут и течет. Енисей. Там ГЭС. Значит. Садить будет так же. Как эти пятнышки. И ни в коем случае наоборот. Это очень важно. Но когда мои ученики или наученные мной покупатели приходят на рынок. Говорят. Где ваше пятнышко? Какое пятнышко? Ну пятнышко. Север-юг. И где уровень земли? Где земля во время роста дерева ограничила с воздухом? Ничего не поняли. Как это за всем? И вот им начинают уже покупатели объяснять. Зачем? Чтобы садить так же. Как рос на юг до пересадки. Так и после. А кто он такой? Да вот железо это. Да пошел он. Вот. И никто никогда пятнышко не носил. Носить не будет. Почему? Приходит из-за рубежа навалом. Потом приготовлены горшки. Ставят в горшок саженец. Кстати горшки маленькие. Чем меньше тем дешевле. Вот. Ставят в горшок несоразмерный. С размером кроны. Совершенно несоразмерный. И. После этого. Притаптывается. Руками и ногами. Земля в горшке. Вешается бирка. Человек покупает. Не обрезанный само собой. Чем мощнее крона. Тем он должен быть дороже. Вот. Привозит себе. Любовно выкапывает ямку. Если по железу. То ямка. Вот на таком холме. Видите. Вот. Ямка. Одна-две тележки. Ямка. И. Посадка на центре ямки. Вот. Подразмер корней. Нет. Он старается. Огромная яма. Рядом 6-8 наименований. Чего надо блять туда дать. Вот. Глупость несусветная кстати. Вот. Все готово. Потом. Аккуратно разрезает горшок. Понимаете. А там голые корни. Да еще искалечены. Вот. И все. Голые корни. Потом он естественно начинает сразу. Кое-как приживаться. После первой зимы. Он полностью мертвый. Или хотя бы наполовину. Вот. И. Наша песня хороша. Никогда ему не быть здоровым. Кстати. Обратите внимание. На мои холмы. Видели. Вот. Я не придумал их. Вот. Железов. Говорит. Что он изобретатель. Холмы задумались за сто лет до него. Да. Я изобрел не холмы. Я изобрел посадку. На нетронутый дерн. Нетронутый. Здесь никогда не копалось. Ничего. Ясно? Еще раз. Нетронутый дерн. Ну что. На этом будем заканчивать. Вот. Остальное вы уже видели. Давайте, друзья. Пока. Вот. Еще раз. Только с молодых деревьев я беру черенки себе. Опытные. Вам на продажу. И Сергей на прививку. Только так. При этом. Я не принимаю упреков следующих. Якобы. У них расшатанная наследственность. Он же привитый. С одной стороны. Вот мне нравится. Садоводство. Современное. Научство не признает. Вегетативную гибридизацию. А с другой стороны. Часто повторяют это самое. Нельзя брать с молодых деревьев. Это еще Мичерин сказал. Надо брать вот с таких деревьев. А вы возьмите оттуда хоть один черенок. Ни одного на прививку. Ни одного. А здесь. Ни одного. Высота 10 метров. Вот вроде поменьше. Вот. А приходится брать молодежи. Но. Никогда не говорил, что. Сохранят свои качества. Чаще всего. Сохранит. В отдельных случаях. Даже еще и улучшит. Ну вот. На этом я с вами прощаюсь. Вот. Почему я вот так вот резал. Сказать еще почему. Вот. Одну прививку уже видите. Прошлогоднюю. Да. Видите. Вот. Что-то будет. Что будет. Там есть бирка. Только мне сейчас неохота на нее глядеть. Здесь. А вот здесь. Вертикальные побеги. Вот такие. Ни цены нет. Вот сюда будет привит абрикос. Если он дойдет на положение. Плоды должны быть до 150 грамм. Еще крупнее моих. Вот это вот. Видите. Тоже будет привито. Вот. Возможно это будет привито. Возможно. Это самое лучшее. Это почти скелетные ветки. Вот. Мощные. А учеба заключается в том. Что берется. Подходит человек. С умным видом. Весь в званиях. Берет вот такую ветку. Вот такую вот. И в этом месте. На середине ветки. Начинает делать прививку. Вот. Не понимая что. Если она приживется. И дальше будет развиваться. Это будет одна сотая часть. От этого дерева. И в лучшем случае. Две тряготки. Когда то на ней повиснут. Вот. Ну хорошо. Скажем. Мы тот посмотрели. Вот. Давайте этот посмотрим. Вот. Готовая. Под прививку. Вот. Готовая под прививку. Так. Именно такие. Вот. Готовая под прививку. Уже с таким наклоном я не беру. Но вот эту можно. Но ни в коем случае не вот эту ерунду. Не вот эту. Все. Кажется. Лекция закончилась. Знаете что тут это. Больше 10 лет. То есть. С 13 или 14. Вот эта самая. У меня. полновидная яблоня. Как это назвать. Валюта что ли. Что то в этом вроде. С рынка. Вот она все еще жива. У нее было два рекорда. Два яблока на третий год. Два яблока на десятый год. Абсолютно невкусная. А продавали на рынке. Я даже помню. Хотя прошло больше 10 лет. Цену помню. По 500 рублей покупал. Ну теперь то что я закончу. Разговор. Пока.